Здравствуйте, дорогие девушки! Мы сегодня снова с вами в Заре. Снова у грязного зеркала, обляпанного. И я, ну, в общем, решила заскочить, посмотреть на пальто, пуховики. В основном пуховики, немножко пальто, немножко шубы, но шуб я не нашла. Там есть две шубы на их веб-сайте, которые я бы не против была купить. Но я не хочу их покупать сейчас за полную цену, потому что, в общем, в Заре уже через буквально несколько дней, наверное, начнется распродажа. А даже, наверное, уже к моменту, что я выложу видео, уже распродажи начнутся. И я, поскольку заказываю онлайн, поскольку магазин у нас будет закрыт, и вот-вот-вот-вот у нас объявили локдаун, который предполагает, что все магазины будут закрыты, значит, я буду шубиться онлайн на их веб-сайте. И, чтобы не бегать туда-сюда, не сдавать, особенно если магазин закрыт, то я как бы хотела примерить несколько вещей, чтобы понять, какой размер мне заказывают, если я их поймаю на на их веб-сайте. И у меня там вот пуховики, немножко пальто. Вот смотрите, какое розовое, вот это вот пыльные розы. Потрясающей красоты. Я сейчас вам покажу, померю. Опять же, в магазине снимала все столпотворения невероятного, потому что на носу Рождество, и на носу локдаун, и, в общем, народ просто слетел со всех катушек. Все. Значит, сначала образ дня, look of the day, outfit of the day, как это называется. Ну, это пальто мое вы уже знаете. Мое любимое пальто-халат. У нас по-прежнему не очень холодно, и, в принципе, вполне можно обойтись в пальто без пуховика, который я сейчас буду примерять. Сейчас сниму, покажу, что пойму. Примерно, какая-то маленькая. Мне кажется, в прошлый раз было больше, шире. Я куда-то не помещаюсь. Значит, поскольку сегодня я ходила на работу, последний день перед Рождеством, значит, я оделась вот так вот по-рождественскому, можно сказать. А вы знаете, что здесь два цвета рождественских, это зеленый с красным, и это самые штанинные стыки рождественские цвета, которые, ну, вот, традиционные. Поэтому я оделась вот в джинсы, а вот это у меня такая здесь как худи. Тоже все такая в блестках. Видите, я вся принарядилась, что называется. Это бархатный пиджак у меня зеленый. Вот такая вот брошечка. Вам видно, да? Тематическая. И чтобы, так сказать, себя разукрасить окончательно, надела вот такой вот пояс, джинсы и голодные ботинки. Вот такая я сегодня нарядная на праздник к нам пришла. И сейчас будем примерять пальто, вещь, которую я принесла. Я хочу сказать, что я как раз на мне много слоев. Это свитер, это пиджак. Так что я вот именно в такой комплекции хотела примерять пальто, потому что это будет какой-то большой свитер или пиджак. Я бы очень хотела, чтобы пальто свободно заходило, так сказать, на два слоя. И, в общем, не жало мне нигде и не довело. Первое пальто – это вот такой вот пуховик с карманами. Оно очень длинное, очень длинное. В принципе, это неплохо. Вот такого, знаете, защитно-серого цвета. Взяла я размер large. Стоит оно 180 долларов. И я проверила, наполнитель в нем не пух перо, а синтетика. Ну, как, знаете, не знаю, насколько это тепло или нет. Вообще, у нас считается в Канаде, что без пух пера зимой как бы плохо, худо. Вот, интересно здесь какие-то вот такие вот... Ну, в общем, вы поняли, да? Папюшон имеется. Зергут. Окей, давайте мерить. Что вам сказать? Мне кажется, что он мне все-таки великоват. Я понимаю, оверсайз и все такое, но он просто, вот, знаете, как-то сильно на мне болтается. За шторкой моей, как всегда, кто-то орет дурным не своим голосом. На странном, непонятном языке. Ну, неважно. Будем перекрикивать. Так, значит, он очень длинный. Посмотрите, какой он длинный. Рост у меня 1,60. Так что вот представьте себе, что он мне почти до пола. И он большой, конечно. Я даже, вот на мне сейчас свитер и пиджак, и даже если я одену большой-большой свитер, то он мне будет велик. Ну, что я вам хочу сказать. Проймы у него не очень большие. То есть, если вот, знаете, как новомодные свитера, вот с такой вот проймой, которая кончается где-то в районе талии, он не полезет, будет неудобно. То есть, вот эта вот вся ширина, она как бы не очень-то много чего толку от меня, так скажем так. То есть, я думаю, что если да, то я бы взяла размер медиум, потому что здесь это все равно как бы узковато. Ширина, конечно, хорошая, но я думаю, что если это будет медиум, то это тоже будет не так уж и плохо. Ну вот, девочки, очень длинная. Что в нем хорошо, в нем замок и вот эта вот планка здесь, так сказать, предохраняется от ветра. И он теплый, мне в нем так жарко, и он такой толстый. Следующий пуховик. Мне он очень понравился на веб-сайте, мне захотелось его примерить. Значит, я взяла размер медиум, просто потому что другого размера не было. Он такой интересный прострочки. Знаете, вот этот вот обычный такой, горизонтальный, этот такими вот, немножко такой напоминает одеяло. Но мне нравится, это необычно, это интересно. В общем, тоже есть у него планка на замке сверху, над замком. Карманы, капюшон имеется в наличии. Оно не очень длинное, но оно тоненькое, совсем такое тоненькое-тоненькое. То есть на холодную такую зиму это, в принципе, холодно. Недостаточно. И, конечно, наполнитель тоже синтетика. И на вид оно довольно такое просторное. Ну, сейчас мы его померяем. Очень симпатичный пуховичок. Размер медиум, но он достаточно просторный. И пройма вроде бы на вид небольшая, но я довольно легко в него как бы стеснулась. Длина нормальная, не очень длинная. Не такой, как предыдущая. Ширина тоже неплохая. Здесь у него карман. Да, настоящий карман. Капюшон. Единственное, что, девочки, возьмите внимание, примите внимание, что он очень легкий. Он тоненький, то он. То есть он совсем, совсем такой на осень-весну, совсем не на зиму или на очень теплую зиму. Это как у нас сейчас. Там плюс 4, плюс 3 градуса. Вполне можно его носить, наверное. И то не гулять в машину. Ну вот на холодную зиму, конечно, он тонковат. Хотя мне нравится цвет, мне нравится вот эта, знаете, построчка необычная. Фасон такой приятный, симпатичная пальтишко, но не на холодную зиму. Сколько он стоит? 140 долларов. 139 долларов. Так, еще одно пальто. Тоже довольно тонкое. У меня нет замка. Только есть кнопки. Размер сделала large. Другого не было, но померяем интересно. Стоит она 160 долларов. Что в нем необычного интересного? Тоже, значит, вот эта прострочка ромбами. Мне тоже понравится. Немножко похоже на это, но, в принципе, более традиционная. В отличие от обычной вот этой вот прострочки. тоже есть капюшон. Есть кулиска в центре. Можно его так затянуть и создать себе талю. Ну, хорошо, давайте примерим. Очень симпатичное пальто. Это размер large. Но я думаю, что вот эта вот large ненормальная. потому что, если бы оно было бы меньше, оно было бы у меня как-то немножко маловато. А так вот, в принципе, видите, оно вот здесь вот пройме довольно такой свободное. Длина хорошая. Снова, оно не очень теплое. Оно как бы на легкую зиму, на теплую зиму или в холодную осень. Папюшон. Такой хороший, глубокий, защищает от ветра, от дождя. Защитит. И что мне нравится, что оно вот здесь вот завязывается. В принципе, любой пуховик можно подвязать под пояс и сделать как бы талию. Но я вам хочу сказать, что мне кажется, что вот этот вариант лучше, потому что если вы надеваете пояс сверху на пуховик, он может там будет комячиться, как-то так собираться некрасиво. А вот этот вот, когда кулиска идет внутри, мне так кажется, я не уверена, но я так думаю. Оно как бы более создает такой приятный силуэт. Симпатичный. Мне нравится. Вот это мне прям нравится. Цвет такой хороший. Не яркий, не сброский, но при этом светлый. не такой, не мрачный. И, кстати, когда я уже снимала, обнаружила, что здесь написано, что это настоящий пух. То есть, оно, в общем, довольно будет теплее, теплее, чем это. Это совсем такое баловство. О, а это вот, знаете, настоящий пух. И поэтому оно немножко подороже, 160 долларов. А то стоило 140, по-моему. Ну, вот это меня порадовало. Это хорошо. Надеюсь, что он у меня дождется на распродаже. Если честно, на их выписайте, сейчас я не видела его. А может быть, есть. Я должна проверить. Вернее, я видела, но сейчас я не уверена, что оно и есть. Я просто себе уже так собираю корзиночку на распродажу, потому что у них обычно начинается где-то 24-го, 25-го, 26-го. Вот так. У нас в Канаде, во всяком случае. Но вот это пальто прямо действительно, оно хорошее именно тем, что у него еще, что оно еще наполнитель из пуха. Вы чувствуете, как я кричу и пытаюсь перекричать людей, которые у меня в соседнем... Я не знаю, вам слышно или нет, но у меня такое ощущение, что я на каком-то стадионе, где все орут. Я пытаюсь их перекричать. Так, еще одно пальто. Не побоюсь этого слова. Это не пальто. Это жилет. Функциональность его меня немножко вызывает некоторые вопросы, потому что это жилет. Его можно надевать на что-то, видимо. Значит, это размер медиум. Хотела Ларчи. Нет, взяла специальный медиум посмотреть, потому что я все брала Ларчи и решила, что мне надо медиум, чтобы сравнить насколько он меньше. Стоит он 100 долларов черного цвета, а они еще есть вот такого же цвета. Сейчас я его открою и посмотрю, что у него внутри. Ну что, выглядит он довольно стильно. Сейчас же модно вот эти вот жилеты, да? Длина неплохая. Медиум размер, я вам так скажу, все-таки могло быть и побольше. То есть, пробли, скорее всего, мне нужно Ларчи. В принципе, здесь я вот так застегнула на себе, но если у меня будет теплый-теплый толстый свитер надет, то он уже будет меня поджимать. Так что, конечно, лучше Ларчи, особенно если учесть. Ну вы знаете, что зависит? Если его надо носить сверху на что-то, я проверила, у него состав синтетика, не под. То есть, он теплый, но не самый такой вариант. Так вот, если его носить на что-то сверху, то, безусловно, конечно, нужен размер больше. Я имею в виду, например, на пальто, надеть этот жилет, чтобы было теплее. Или если его носить под пальто, вот, например, вот это вот мое, вот такое, кстати, я сейчас померю, посмотрим, да, то оно, конечно, желательно, чтобы оно было не очень большое, потому что, если оно будет очень большого размера, то это будет как-то все из-под пятницы суббота торчать. Ну, в общем, очень объемно, это не очень хорошо. Но, стильненько так. Мне кажется, что они есть еще вот такого цвета, что было бы вообще более симпатичным, с золоченым, чтобы разнообразить, так сказать. Ну, и тоже вот он так с кулиской завязывается, подходит, симпатичный. Сейчас я его расстегну. Мне кажется, что он расстегнутый более так. Какой мой елочка, да? Симпатичный, да? И секонд-хенда, конечно же, конечно же. Ну, вот так вот он выглядит расстегнутый, и я думаю, что, конечно, мне был бы размер large лучше, но давайте я его сейчас померю с своим пальто и посмотрю, вот если его вниз под пальто носить. Вполне возможно, как вариант. Ну, не знаю. Может быть, под другое пальто надо. Может быть... Знаете, что? Я не уверена, что это хороший вариант носить под пальто, по той же причине, что вот под пальто, допустим, вот эти тонкие-тонкие пуховики зимнекло, они действительно хорошо так прилегают, хорошо под пальто садятся. А вот этот, он довольно-таки толстый. Не знаю. Может, пальто другое надо, может... В принципе, я думаю, что его, наверное, надо носить на пальто или на куртку, на какую-то теплую, и вот как, чтобы сделать... Если, допустим, у нас куртка не очень длинная, это вот можно надеть сверху, и будет как-то длинный пуховик. Не знаю. Еще одно пальто или шуба. Подробно сказать, вы знаете, издали это выглядит как пальто, но когда подходишь вблизи, то понимаешь, что это такое очень-очень короткое... короткое... короткого меха... шубка. Я давно приглядываюсь к этой... к этой шубе, потому что мне она очень нравится. У них есть такие коричневые и светло-бежевые, вот такие цвета Camel. Тоже размер Large, стоит она 180 долларов. И у нее, вот знаете, нет подкладки как таковой. То есть, вот идет ткань, ткань этой шубы и подкладки нет. Я бы сказала, что это не очень хорошо, потому что, мне кажется, зависит от того, насколько она скользкая, потому что на свитер, например, надевать без подкладки, без скользкой, вот такую вещь, достаточно проблематично. Ну, сейчас я примерю, вам скажу. Очень-очень мне нравится. Не знаю даже почему. Ну, в общем, как бы шуба и шуба, но как-то выглядит она так дорого-богато, элегантно. Надела я ее на пиджак, бархатный, довольно легко. Проскользнула, можно сказать, в нее, несмотря на отсутствие подкладки, но вот этот вот, изнанка вот этой вот шубы, так скажем, она довольно-таки гладенькая. Хорошая длина, хорошая ширина, large. Я думаю, что мне меньше не нужно. Немножко полнит меня. Ну, вы знаете, что любой вот ворс, как бы, любая шуба, она полнит. Но, опять же, это в зеркале, а в жизни не так. Если честно, зеркало, камера, она все добавляет объемы и веса. Ну, что вам сказать, нравится, симпатичная. Бежевая кема, она намного, намного более красивая и более эффектная, потому что светлый мех этот, он такой, ну, прям, знаете. Ну, по практичности, я думаю, что это более практично, хотя, ну, что мы погон разгружаем, где мы в ней уже будем лазить, чтобы чтобы пачкаться так уж сильно. Хорошо, хорошо, хорошо. Шуба, не е. И последнее, девочки, пальто розовой мечты. Значит, сделано оно, видимо, из шерсти, вот там, где у них висит вот эта этикетка, это обычно у них шерстяное пальто. Я проверю, сколько у них шерсти, обычно это процентов 70. Это размер медиум, цена только в евро, 109 евро, я подозреваю, что это под 200 наших канадских долларов, где-то, наверное, 190-190, 180, что-то такое. Нету цены в наших деньгах, вот так оно выглядит, ну, просто вах, 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 сейчас померю. девушки, I'm officially in love. Совершенно официально влюблена в это пальто, ой, карман зашит. Значит, состав у него 14% альпаки, что-то такое, 50, почти 60% шерсти, все остальное, там, вискоза, синтетика, в общем, ну, хороший состав. Цвет убийственный, фасончик хорошенький. Размер medium, можно было бы ларч, но medium тоже ничего, учитывая, что у него там пиджак, джинс, пояс, все вот это вот, то есть он как бы не очень, не очень, не мало, но, конечно, эта красота неописуемая. Оно, конечно, светлое, яркое, вернее, оно не яркое, оно-то пыльное розовое, яркое розовое, но яркое своей, тем, что оно светлое, красивое пальто, очень красивое, обалденное, можно сказать, прекрасное, знаете, вот это вот, качество. Если мне удастся его поймать на селе, я его, конечно, куплю. За полную цену покупать не буду, по причине того, что у меня очень много пальто, и мне действительно не нужно пальто, просто потому, что оно мне нравится, ну, видишь, некуда уже, но, в принципе, конечно, оно очень красивое, просто очень красивое, девочка. Молодцы, Зара, вот за это вот пальто я вас хвалю, и цвет, и такое, знаете, хорошее, хорошее пальто. Что случилось в нашей Заре, что у нас перестала так греметь музыка, я не знаю. Больше того, не только музыка не гремит, но они почему-то не играют рождественскую музыку, крисмасную, а играют обычную, простую, какую-то музыку, и она довольно такая, она в зале громко, в примерочной тихо, что я вполне могу себя озвучивать, мне, в общем, это очень нравится, что не надо дополнительно накладывать озвучку. Все, девочки, вот такие у меня были сегодня примерки, я надеюсь, что я не очень кривлялась и валяла у дурака, как, во всяком случае, в прошлом видео из Зара мне написали, что невозможно смотреть на эти кривляния, там, в общем, я вас услышала, старалась кривляться меньше, поэтому, вот, видео получилось такое серьезное, строгое, да. Все, девочки, увидимся в следующем видео, не знаю, будет ли это из магазина, или откуда, потому что нас закрывают на локдаун, на 4 недели, магазины все будут закрыты, так что будем шепотаться в собственном шкафу. Люблю, целую, пока, пока, бай.